Ведешь запись звонка? Ты опять ведешь запись звонка? Ведешь, ведешь, молодец. Похоже, он идет. Я приветствую на канале ПопКон и на канале АРУ, а также на всех каналах, которые захотят разместить это видео. Мы ничего не имеем против, я ничего не имею против. Забирайте, крадите, если это кому-то нужно. Я приветствую Марии Говори, она же Мария Чистякова, блогер, певица, актриса и просто красавица. Как говорил Этуж в фильме «Кавказская пленница», спортсмен-комсомолка и просто красавица. Я знаю, что не комсомолка, но спасибо. Комсомолка имелась в виду, что правильная девушка, гняба какая-то. Не какая-нибудь там стиляка, а вот она правильная. Окей, это мы не туда немножко улетели. А что ты в шарфе сидишь? В шарфе я, потому что замерзаю, мерзну. Были снегопады тут на Эстонии и на Санкт-Петербурге тоже. Они все упали на нас, мы тут сидим, мерзнем. И вот я на балкон вышла, чтобы померзнуть немножечко. В шарфе с вами. Если бы вы подозрели мне из Израиля. А покажи, что у тебя за окном. Не могу. Не можешь? Под запись не могу. Интернет не увидит моего вида из окна. Это базовая безопасность, надо знать. Ничего себе. Ничего себе. Ну не показывай, ладно. Все очень серьезно. Смотри. Про базовую безопасность. А у нас базовая безопасность сейчас в Израиле. Первый раз с 1907 года, с 1907 года, когда еще Израиля не было. Когда вообще здесь были не пойми кто. То ли турки, нет, то ли англичане, то ли турки. Турки были. А англичане потом у них забрали колонии после Первой мировой войны. Здесь были еще турки. Так вот, с 1907 года. Я тоже не буду ничего показывать в окно. Но не базовая безопасность, мне просто лень. Вот. А турки начали. С 1907 года, первый раз с 1907 года, здесь 40 градусов сейчас. Понимаешь, вот ты в шарфе, а я сижу под кондиционером. Я нарушил правила. Я обычно с улицы вещал. Мне там птички помогали, пели, свистели. Это как в бане же. А? Это как в бане. Или как в сухой какой-то такой сауне. Под кондиционером нормально. Под кондиционером нормально. Вот как тебе в шарфике нормально, мне под кондиционером нормально. Вот. Ну, давай вернемся, собственно, к предмету нашего разговора. Программа называется «Откуда и зачем берутся дети?» Вот. Павал вопрос не столь однозначный, как казалось бы. Не столь школьный. Потому что зачем нужны дети? Сейчас, по нынешним временам, этот вопрос встает все острее и острее. Буквально сто лет назад. Я, чтобы два раза не вставать, я прям разобью. Буквально сто лет назад. Ну, вот примерно как раз, когда были прошлые, прошлая жара такая же здесь, в году, в 1907. В жару люди мистово размножались. Ну, они размножались и в 1807, и в 1707, и в 1607. И размножались прям недоусмысленно. Потому что в семье было прям по 20 человек рожали. Зачем они это делали, можно, в общем-то, несложно догадаться. Потому что, во-первых, была очень большая детская смертность, и половина просто умирала, как говорится, еще в детском возрасте. И потому что кому-то надо было работать в поле. Основное было работать в поле. Технологии были неразвиты. Кому-то нужно было вот это все выращивать, чтобы что-то есть. Соответственно, больше ценились мальчики. Ну, как мужчина, он больше мог работать в поле. Ну, девочки тоже представляли определенный интерес. Ну, для того, чтобы рожать следующих мальчиков, они тоже могли работать в поле. Ну, меньше, чем мужчины, потому что все-таки изначально девушка немножко слабее физически. И плюс она занята. То она рожает следующих мальчиков и девочек, то она кормит этих следующих мальчиков, девочек, нянчиков, купает и так далее. Поэтому мальчики, мы помним, оставались в семье и работали в поле. Ну, а девочки, да иногда, значит, да не иногда, а всегда, значит, уходили к семью, к мужу, к жениху. И там, соответственно, занимались домашними делами, рожали детей и тоже иногда работали в поле. Причем, я вот хочу сказать, опять же, чтобы далеко не ходить. Вот здесь в Израиле, ну, здесь же так серьезно относятся к традициям, к всему. Здесь официально по религиозным всем вопросам. Совершеннолетие у девочек наступает в 12 лет, а у мальчиков в 13. Что сейчас звучит несколько странно, прямо скажем так. Но надо опять же понимать, что для того, чтобы размножиться, размножиться, продолжительная жизнь тоже была меньше. Тяжелая работа на физическом воздухе, вот без кондиционеров, без шарфиков. Тоже жизнь-то длиннее не становилась без медицины. И поэтому, чтобы размножиться, надо было начинать вот прямо сразу, прямо с 12 и с 13. Да, но еще никуда не ушло то, что к женщинам такое отношение немножечко. Вы сказали про детей, вот, но не сказали, что вообще-то женщин, ну, женская смертность, материнская смертность была очень высокая. И начинали размножаться, рожать детей очень рано, потому что, ну, очень большая вероятность умереть, если ты рожаешь там поздно, поздно. Что сейчас уже, как бы, нормально. Сейчас уже считается, если ты в 13 рожаешь, что-то не очень. Как будто бы, ну, это достаточно маргинально, как будто бы, считается. Так что, да, и надо включать материнскую смертность в нашу дискуссию. Так и мужская смертность была. Были всякие войны, набеги всяких кочевников. Это все было не так давно. Это с точки зрения человеческой жизни, кажется, давно. А так-то это лет 300 назад было. Вот. И с мужской смертностью вообще тоже было все в порядке. Со смертностями вообще было отлично. Поэтому вот мы об этом говорим, что начинали рожать с 12-13 лет. Вот. И, собственно, уже и в поле работать, я так полагаю. Знаешь, рожать-то каждый, собственно, дурак может. Ну, или не каждый, не каждая. Вот. А в поле-то работать оно же тоже никуда не девало. И... Сейчас, вот буквально в последние годы, вот когда здесь еще... Вот за те годы, пока здесь не было так жарко, как в 1907 году, ну, и там тоже. Что получилось? Получилось, что это потеряло такое большое количество рождения, такого количества детей, потеряло чисто арифметический смысл. Говоря уже о том, чтобы логический. Смотри. Значит, что получается? Что по понятным причинам... В 12-13 лет детей и подростков выталкивали во взрослую жизнь. И, собственно, они начинали взрослую жизнь, включая рода, работу и так далее, и так далее. Плюс была известная нам всем, и мы часто это все вспоминаем, была известная борьба со всякими... Со всякими гомосексуализмами. Потому что понятно, если ты гомосексуалист, ты не можешь рожать детей, чтобы они работали в поле. Если ты увлечен мастурбацией, гомосексуализмом, ты значительно проигрываешь, скажем так, конкурентно проигрываешь тем товарищам, которые все это время старательно занимаются рождением детей. Поэтому общество это осуждало и даже с этим боролось, чтобы люди рожали детей, чтобы, собственно говоря, человеческий род продолжался. Сейчас все в корне изменилось, благодаря технологии, в первую очередь тому, что удлинилась жизнь. Получается, что в 12-13 лет рожать сейчас до 40 лет все ходят, и, собственно, еще с родителями живут, да, многие. Вот, и мальчики, и девочки, это не гендерный вопрос. Некоторые готовы и дальше жить, но просто родители уже, некоторые не выдерживают. Вот, некоторые умирают, а некоторые все-таки просят пожить отдельно. Значит, что получается, что сейчас так много рожать не надо. А вот зачем сейчас рожать? Вот если в поле не надо работать. Если разрешили всякие гаджеты, чтобы ты на здоровье, можно сказать, мастурбировал с утра до вечера, да, чтобы ты не рожал детей там. Опять же, абсолютно лояльное отношение сейчас, ну, я имею в виду в развитых странах, в развитых технологиях, гомосексуализм, плюс войн нет. Ну, кроме каких-то племен, там, я не знаю, в Пупановой Гвинеи, ну, и в России, в диких местах, да, там войны есть, а так-то и войн нет. Вот, и, в общем-то, людям так недоусмысленно намекают, что не надо размножаться, у вас и так сильно много чего-то стало. Вот как быть в этой ситуации? Как найти мотивы для того, чтобы размножиться? Мне кажется, мотивы для того, чтобы размножиться, всегда в нас с рождения были вложены самой матушкой природы. Иногда просто вот что-то такое, вот внутри чешется, размножаться хочется. Вот, и поэтому я не думаю, что как-то сильно остановится где-то поток, вот, но сильно заставлять задаваться вопросом, блин, какую бы причину найти, чтобы размножиться, это, ну, такой философский вопрос, потому что существует ведь child-free люди, которые решили не задаваться этим вопросом, которые сказали, ну, а действительно зачем? И кто их может, как бы, осуждать? Мы можем только пожать руку за привнесение базонового слоя, еще чуть-чуть и воздуха. За сокращение рождаемости, можно только пожать руку, да? Это, в общем-то, правильно. Но, понимаешь, в чем дело? Нет, понятно, сейчас все разрешили, пожалуйста, там, хоть с деревьями долбись, только, блин, не рожать. Понимаешь, в чем дело? Потому что вот это вот перенаселение скучными, мрачными людьми земли, да, оно абсолютно очевидно. Прям все общество говорит им, не размножайтесь. Вы сначала в зеркало на себя посмотрите и подумайте, надо вам вообще размножаться или нет. У вас компьютер есть, по нему порнувку можно запустить, можно купить вибратор. Вот лежи, смотри порнувку, вибрируй вибратором, главное не размножайся. Потому что, посмотри на себя в зеркало, я не тебя имею в виду, это такое гипотетическое. Смотри на себя в зеркало, вот в таком коктейле лучше не размножаться, понимаешь? Вот. А ведь все сейчас в обществе хорошо не устраивает вибратор, иди стань гомосексуалистом. Если ты мальчик, иди долбись с мальчиками. Если ты девочка, иди долбись с девочкой. Если ты не пойми кто, иди долбись с деревьями, понимаешь? Главное, не размножайся. Я понимаю огромный вклад child free в это все. Но если у людей нет витальности, ну нет желания жить, продолжать жить, зачем вам размножаться-то? Но возникает вопрос, а как быть на этом фоне, как быть на этом фоне людям витально? Если одни child free, другие с деревьями там спят и с кустами. Третьи, значит, между собой. Четвертые просто смотрят порнуху, вооружившись, можно сказать, передовыми достижениями науки и техники. Понимаешь, а как найти мотивы, чтобы все-таки немножечко размножиться? Зачем? Вот скажи мне, кстати, ты говоришь, что я вот не такая, но тебе тоже уже 30 лет, между прочим. Да, и я... Не хотел выдавать твой возраст, но я еще помню времена, когда висели, это самое, танцы для тех, кому за 30. То есть 30 лет уже считалось, ну, первое движение... Родите еще, летом 30. Да, летом 30. Ну вот видишь. Да, еще есть возможность родить, если очень быстро, но очень сложно. Вот как найти мотивы, если все общество, вся культурка, вот буквально за 100 лет, там, даже не за 100, а за 50, говорит тебе, да ты нахрен, мне нужно посмотреть на себя в зеркало. Посмотри, как ты живешь, вот зачем тебе размножаться? Вот ты сидишь в компьютерные игры целый день играть. Ты хочешь детей нарожать, чтобы они тоже сидели в компьютерные игры и играли. Лучше не размножайся вообще. Вот как найти мотивировку? Найти мотивировку очень-очень просто. Если вот вам нужно прямо найти какую-то мотивацию делать то, что вам вообще-то не нужно, то может мужчинам ее действительно найти тяжело, а вот женщины ее находят сразу. Когда еще в школе нас учат, я не знаю, там, все мальчики, значит, на первых фартах на них там учитель математики обращает внимание, а на девочек нет, а зачем? Вы все равно будете мамочками, вам зачем математика? Вот вы лучше идите на технологию, и там изучаете домашнее хозяйство, а потом вам президент скажет прямо с трибуны, а что ж вы бабы не рожаете? Патриарх вам то же самое скажет, бабушка позвонит, мама позвонит, тетя спросит, а что у них детишек? И чем ближе к 30, тем сильнее напор общества на тебя, почему же ты все еще не родила. Но если ты, не дай бог, родила, вот в этот момент общество тебя начинает ненавидеть просто страшно. Невозможно, как будто бы матери нормально вообще выжить в этом мире, потому что матерей у нас в обществе во всех странах просто ненавидят. Нельзя кормить грудью в общественном месте, нельзя там еще какие-то очень много... Ну, короче, поход просто к педиатру – это какой-то ад, и папочки этим заниматься не хотят. И поэтому папочки, когда, не знаю, вот у них много детей, они же не ходят, они не тратят свои там... Зубы у них не выпадают, волосы у них не выпадают от того, что они весь свой организм потратили на беременность, всю свою, не знаю, молодость, жизнь, витальность и вот это вот все на ребенка. И мужчины такие ходят. Вот действительно, а зачем? А где бы найти нам мотивацию? Что-то у меня недостаточно мотивации. А женщины вокруг этих мужчин ходят и слушают из интернета, от, не знаю, просто незнакомых людей на улице даже. Я слышала, что, типа, я рожала, я мать, а ты не рожала, ты мне тут даже ничего не говори. А зачем вам, девушка, презервативы покупать? Мне однажды сказали в аптеке, ты посмотри на себя в зеркало, ну сколько тебе? Лет 25 уж, наверное. Уж пора бы это завязывать с базовой безопасностью, скажем так. Поэтому у женщин мотив родить такой, что тебя как будто бы не признают вообще членом общества. На работе ты не устроишься, потому что все предполагают изначально, что, ну, если ты не родила, значит, родишь вот-вот. Если ты уже родила, то ты будешь сидеть с детьми, потому что, ну, не будет же нормальный мужик сидеть с детьми, когда они болеют, так ведь? И поэтому ты всю жизнь живешь вокруг материнства. Все еще твоя вся жизнь строится вокруг материнства во многом, потому что, по причинам, которые вы высказали ранее, что жизнь стала дольше, все стали более образованные, детей стало меньше, ну, во всей этой ситуации, потому что зачем тебе рожать 20 детей, если ты просто можешь родить одного? Он, скорее всего, выживет. И поэтому, если у тебя один-два ребенка, ты вот за этим одним ребеночком так и ходишь. Все, твоя задача, если там твой ребенок начал, не знаю, истерику устроил в супермаркете, или, не знаю, в самолете заорал, это все, все ненавидят, ну, не общий, не знаю, не мир, в котором, когда ты рождаешься, ты орешь от того места, куда ты попал, вполне закономерно. Я тоже хочу орать иногда, знаете. А если здесь плюс 40, там у вас ноль, ну, понятно, что заорешь тут. Да, и все начинают ненавидеть эту женщину, которая, ну, не знаю, какая у нее была судьба и почему ее ребенок орет, и на чем она сидит, что тоже не орет. Вот, поэтому все нормально с мотивацией рожать. Мотивация рожать такая, если ты хочешь хоть как-то вообще, чтобы люди к тебе вообще начали тебя видеть, потому что если ты не мать, ты еще вообще не человек, никто. А так у тебя хотя бы появляется вот ты мать. Поэтому мотивации, знаете, достаточно, да. А вот средств на это иногда бывает совсем мало. Я сейчас вспоминаю, как первый, самый-самый первый раз я увидела Алексея Навального вживую, он приезжал к нам в Нижний Новгород, и меня попросили, типа, выступить перед ним, как на разогреве, на каком-то митинге. Вот, и я там, самое мое первое выступление было на митинге про то, что я очень хочу детей. Это было семь или восемь лет назад? Семь лет. Я очень хочу детей, и я борюсь за хорошее будущее в России, за демократию, за все такое, потому что я хочу, чтобы мои дети учили нормальную историю человеческую и так далее. То есть жили, развивались в нормальном государстве. И чтобы стать матерью, я сейчас прохожу такой путь, чтобы сделать мир для своего будущего ребенка хотя бы немножечко более приемлемым, что я нахожу себя где-то в Эстонии с уголовкой, вот, и с вопросом, а действительно, а где же найти мотивацию, чтобы найти, чтобы родить ребенка? Даже не знаю, вот, Роман Романович, у вас вопросики такие интересные. Видишь, это же не риторический вопрос, который действительно хочется найти ответ. Ну, во-первых, про Россию. Давай тоже не будем, как мы любим и не любим, не все так однозначно. Понимаешь? Конечно, там рожать попалиматичнее, прямо скажем. И тебе тоже там, подождай это, говорю. Тебе, ну, ты понимаешь, но с другой стороны, это же хорошо, что они там не размножаются. Потому что 9 из 10 людей, как показывают опросы, не то, что я это придумал, 9 из 10 людей готовы убивать соседей, готовы умирать сами, всю жизнь бухать, потом уйти на СВО, потом быть придурками, и им действительно лучше не размножаться. Более того, насколько я в курсе, последние 100 лет российское население с этим справляется. И рождаем все хуже и хуже, и вместо там 600 миллионов населения в России, сейчас миллионов 100, по независимым оценкам, плюс половина из этих 100 населения, это жители Средней Азии, так что, в общем, есть слабая надежда, что если придурки там не закончатся, то хотя бы они заменятся на среднеазиатских придурков. А ты тут идешь как издержка, скажем так, потому что, ну, вот тебе тоже там неудобно рожать, но ты логически уже переместилась в свободный мир, там поудобнее будет рожать, наверное. Нет, рожать в Эстонии вообще супер, тут есть и пособие, тут все как бы, ну, вообще Эстония одна из немногих стран, где, ну, рожать действительно, ну, ок. Вот. А в России рожать тоже, между прочим, ок. Там достаточно высокие пособия, и все вокруг говорят тебе, чтобы ты рожала. И, ну, типа там окей. Совсем. Вот это сомнительное мероприятие, я тебе хочу сказать. В России очень сомнительное мероприятие. Даже если там вот в 10 раз больше населения, я бы вот большинство вот этих товарищей, которые поддерживают пунктии на СВНО, горячо бы рекомендовал не размножаться. А еще значительного количества просто уйти и убиться нафиг об стенку, потому что нафиг нужны такие животные. Знаешь, какой они создают углеродный след, не считая того, что еще уходят убивать людей на Украину, в Украину, извиняюсь. То есть даже если они не уходят убивать людей в Украину, они же едят, создают углеродный след. Абсолютно бессмысленные существа, понимаешь. И к хомо сапиенсам не имеешь никакого отношения. Зачем? Это что-то такое генетическое. Выроженство. Что-то не раздаются какими-то плохими, не очень хорошими. Да нет, я думаю, это климат. Я думаю, это климат. Расскажите Эстонии про климат. Давайте поговорим про климат Эстонии. Смотри, я имею в виду психологический климат. Понимаешь, в чем дело? Россия очень хорошо всегда справлялась с убийством своего населения не только путем сокращения рождаемости, но и прямыми убийствами. Всегда были репрессии, бессмысленные войны, и просто организации предусмотренного или наполовину предусмотренного голова. Поэтому Россия в этом смысле, в этом смысле, она впереди планеты всей. Если в цивилизованных странах стали возникать ощущения, что, ну, немножечко много народу будет, если в каждой семье будет по 12 человек, то в России еще 300 лет назад начали убивать всех, чтобы много не ели. Понимаешь? Я считаю, что в связи с тем, почему так много убийств все время в России, почему кровища и вот это все. Потому что кормовая база в России очень трудно на огромных километрах покормить много народу. И подсознание общества, оно устраивает всегда поножовщины, опричнины и прочую штуку. Сейчас, войны опять же, сейчас уже как раз уже технологии шагнули, что можно бы и размножаться, но традиции остались традиции. Как раз в России можно было бы размножаться, но явно не стоит при таких традициях и при таком населении странам. Вот. А в развитых странах, вот, ну, опять же, мы с тобой зашли очень на далекие материи о том, что много лишних людей, лававар, стартов там и так далее, что все официантами работать не могут, потому что все-таки официанты это ограниченные, некоторые официанты и курьеры все-таки, ну, ограниченный спрос, хотя растущий. Вот. Но, ну, то есть любой официант может вызвать курьера, а курьер может расходить в ресторан и попользоваться услугами официантами. Такое безотходное, можно сказать, производство. Но, тем не менее, мы с тобой так и не придумали. Зачем в России размножаться? Выяснилось, что мало того, что не нужно и невозможно тебе, во всяком случае, так еще и, в общем-то, бессмысленно, потому что все равно так или иначе убьют. А что, как? В смысле, ты же умрешь в любом случае. Вот. Поэтому тут стоит задаться вопросом, а зачем вам искать мотивировку? Вот вам лично, давайте так, у опытного человека, вот бы сейчас передо мной сидел мужчина с несколькими детьми, как же так вы нашли мотивацию однажды и не однажды размножаться? Как-то мотивация нашлась очень быстро. Подожди, давай по порядку. Тут два вопроса. Два вопроса. Во-первых, что все мы рано или поздно умрем, понятно, таким образом сократим углеродный след и, в общем-то, перенаселение земли, население убавит. Но, понимаешь, для того, чтобы его убавить убедительно, нужно было быть или чайл-фри. Вот. Даже гомосексуалистам быть где-то момент такой, потому что гомосексуалисты могут усыновить, там, опять же, технологии, там, могут ребенка вырастить, там, заказать в слабо развитых странах. Значит, нужно быть или чайл-фри, или, во всяком случае, воспитать детей так, чтобы они хотя бы были чайл-фри, только после этого умереть. Понимаешь, чем я? Чтобы кардинально сократить население, и потом, понимаешь, если ты подашь пример, вот такая красивая, такая красивая и общественно значимая, то сколько людей за тобой пойдут? Понимаешь, это же, это же как можно, это можно буквально за сто лет сократить население земли в сотни раз. У вас как будто бы два вопроса. Как бы найти мотивацию рожать, и как бы так сократить население планеты? Вы уж и определитесь. Нет, так вопрос-то в том, что как найти мотивацию рожать, когда сейчас все мотивы, все мотивы только не рожать. Только не взрослей, только не рожать. Ходи в школу до 20 лет, ходи в институт, получай 10 высших образований, главное, не занимай ничьего места. Ни рабочее, ни структурное, никакое. Не рожай детей, чтобы им вот это все не надо было. Потому что официантов и курьеров и так уже достаточно. Они друг к другу возят еду и едят непрерывно и создают углеродный след. А где вот внутри этого найти мотив? Где внутри этого найти мотив? Знаете ли, когда в те времена, сто лет назад, когда было по 20 детей, и бабы в поле рожали, и от секса умирали, и вот это вот все, где же они находили мотивацию рожать? Неужели жизнь была более такой веселой? И они такие, я хочу в этот прекрасный мир принести еще одного счастливого обладателя жизни на этой прекрасной планете, где нет войн, нет голода, и вот это вот все. Я не думаю так. Вот. И люди по-прежнему нормально размножаются. И об общественно значимых мамочках вот есть прекрасная монеточка, которая уже, у которой копилочка там, и вот это вот все, целый банк. Вот. И за ней многие последовали, и я не первый раз слышу мнение в интернете, что она самая главная пропагандистка где-то рождения вообще-то в России. И с этим как бы все нормально. А вот с сопутствующими вещами вот вопросы бы я поставила уже другие. То есть рожать-то мы будем и так, и так. Потому что у меня раз в месяц организм наказывает нас за то, что я не беременна буквально. Я истекаю кровью за то, что не ношу ребеночка. Вот. И природа меня наказывает, и каждый месяц я задумываюсь, может быть, все-таки это, хотя бы на несколько месяцев вот это вот все прекратить. Но мир не таков. И те проблемы, которые сопутствуют, вообще материнству и родительству, не только материнству, а отцовству тоже. Надо подумать об отцовстве немножечко. Если задаваться не вопросом, где бы найти мотивацию, а где бы найти деньги на педиатра, вот тогда бы, ну, кажется, мы зажили гораздо более интересную, веселую, классную жизнь, куда бы захотелось рожать детей. Смотри, смотри. Я бы вообще не дал мне рассматривать в данном случае Россию. Потому что мы уже говорили, что подавляющему большинству электорату, скажем так, да, лучше не размножаться. Но даже если электорат по случайности размножился, там отлично справляются с проблемой перенаселенности. Там каждый день отправляют на фронт, в Украину, там, десятки тысяч людей. Каждый день убивают по тысяче людей. Где-то несколько тысяч делаются коллегами. Естественно, они после этого тоже долго не живут. Это не считая наркомании, не считая алкоголизма и всего. Как раз в России этот вопрос решен с перенаселением. Я уже по второму разу начинаю. Потому что там как раз власть заточена на то, чтобы уничтожать собственное население, с чем она из года в год, из века в век отлично справляется. Я бы больше перевел это на личный разговор, понимаешь, а не на общественный. Ты говоришь, вот почему у меня четверо детей. То есть ты это не говоришь, ну как бы отстегет дядя, у которого, значит, четверо детей. Я могу ответить на этот вопрос. Потому что, во-первых, я занялся детьми еще в тот момент, когда технологии так далеко не шагнули. Потому что, опять же, буквально в том же СССР, а я 24 года прожил в СССР, до того, как СССР развалился. В том же СССР, ну, с перезвративом, было не так, чтобы особенно хорошо, да? Плохие они были, рвались. И вообще не было культуры их использования. Не говоря уже о том, что не было порнухи, у девушек не было вибраторов. Плюс даже не было проституции. Понимаешь, в чем дело? То есть даже... Уверно и не было. Чего? Ну, как-то да. Вот такой вот проституции, чтобы за деньги не было такой более-менее организованной. То есть, понимаешь, все приходилось делать, можно сказать, импровизационно. Вот. И вот таким образом наимпровизировалось, в первую очередь, наимпровизировались привычки. У меня уже четверо как-то. Я и сейчас, в принципе, не против. Но сейчас я встречаю девушек, не то, что встречаюсь, а встречаю девушек, которые сознательно сплют, спят, сплют с вибратором. С вибратором и с порнухой. И говорят, что поскольку все очень любят заниматься анализом, я вот лучше это, чем вот все остальное. Понимаешь? Отношения, нервы портить. Вот. Ну, бывает такое. Ну, окей. Это самое... Ну, это я про себя рассказал. Я рассказал, что поскольку я этим занялся давно, еще лет 40 назад, совершенно другой мир был. И я тут не показатель. И опять же говорю, не про Россию, не про Нигерию, не про какие-то дикие общества, там, Гвинеи, Бесау, не про какие-то там высокоорганизованные общества. Эстония, Япония, Сингапур. Я конкретно про нас говорю. Ну, вот, окей. Ты еще Навальному обещала 7 лет назад начать рожать. И вот чего ты не рожаешь? Я не обещала. Я сказала, что я хочу мир сделать таким хорошим, хотя бы вокруг того места, где я живу. Я тогда жила в России, чтобы мне было вообще хотя бы как-то возможно вырастить человека. Почему-то мы зацикливаемся на моменте только производства детей. Дальше мы почему-то не смотрим. А что там вообще? Ну, он же заболеет, какие-то у него там прикосы, полы начинаются, зубки режутся, в садик идет, в школу идет. И с этим человеком до сих пор вообще надо до 18-ти это как-то сотрудничать в его становлении. Поэтому тут, мне кажется, вопрос более широкий. И если вы говорите, я немножечко услышала в ваших словах, вот женщины-то взяли вибраторы, а то, что даже в популярной культуре... Так и мужчины взяли резиновых женщин. Не то, что мужчины... Мужчины, даже в популярной культуре из просто, я не знаю, сколько веков уже ты читаешь книгу, где там кто-то не хочет жениться. Вот, ой, нет, вот этого не затащишь. Вот главное, вот окольцевало, там, жених на свадьбе в черном. И вот это вот все. Более того, более того, я тебе скажу, что даже если ты женился, вот придумали, вот те самые презервативы, ты сам фактически работаешь вибратором. Понимаешь? Но опять же, ты начинаешь говорить от имени всего там советского народа, да? Что... Удные парни, фасуальные, фасуальные. Вокруг России все было хорошо. Вокруг России, кстати, действительно все в основном хорошо, плохо внутри России. Вот. Значит, ну, опять ты ушла от ответа. Вот что нам нужно сделать, как мы должны, твои поклонники, почитатели и так далее, что должны сделать, чтобы наконец начало рожать. Мне очень нравится постановка вопроса, но дело не в том, что я ухожу от ответа, а то, что вы не слышите мой ответ. Нам приятно. Процесс делания детей, он приятный. Вот. И все, все уже сделано. Ну, по крайней мере, первые 15 секунд. Все, все уже сделано матушкой природой, нам уже нравится. А вот то, что после этого, последствия, скажем так, вот об этом действительно стоит поговорить. О мотивации, поверьте мне, достаточно из каждого утюга, кто заставляет меня рожать. Вот. И я сама тоже. Уже. У меня такое предложение. О последствиях того, что откуда и зачем выходят дети, мы поговорим на следующем выпуске. Вот. А сейчас я все-таки не только буду настаивать на своем вопросе, просто я не понимаю, как тебе помочь. Ты мне, вот мы сейчас закончим. Донатьте деньги. Донатьте на криптокошелек. Я рожу. Я где-то слышал, что для этого нужен не только криптокошелек, но еще не кто-то движет. Короче, если нужна какая-то помощь, поделась. Пиши. Вот. А про последствия мы вернемся и поговорим с благодарными зрителями на нашей следующей программе. А сейчас мы призываем для того, чтобы те, кто хотят повысить рождаемость, должны ставить лайки к нам. Обязанные, я бы даже сказал. Вот. Это практически приравнится к исполнению супружеского долга. Те, кто не хотят, те, кто, которые чают фри, должны писать к нам комментарии, потому что это практически приравнивается к занятию гомоскасуализмом, и если ты с деревом долбишься, вот это также приятно. Поэтому ставьте нам лайки, если вы child free, если вы многодетные, пишите комментарии, и те, кто не хотят размножаться, не размножайтесь, те, кто хотят размножаться, тоже не размножайтесь. Все. А к тому, как воспитывать во всех этих условиях... А домашнее задание. Да. А о том, как воспитывать детей, мы в следующий раз говорим, а домашнее задание... Пойти, найти любимого человека и обнять. Да. Но перед этим посмотреть в зеркало и подумать, все-таки стоит ли размножаться или не надо. И искать молодого человека и обнимать. Потому что порнуха всегда по нынешней технологии доступна. Доступна. И может быть, не надо искать никакого молодого человека, а достаточно зайти в компьютер. На этой высокой ноте я предлагаю попрощаться. Спасибо большое, Роман Романович, что позвали меня. И пообещать вернуться через неделю. Да, обещаю. Вот. Ставьте лайки, лайкосы, сердечки. Вот это вот все. Люблю, не могу. Поцелуи, да. А вот по поводу помешает. Вот. Почему ты потом сетишь? Все, отключай зэпси. Хорошо.